Очень получалось прославлять, что с голосом работать надо было. Он играл, он и пел, и он и переводил. Я помню, что он меня переводил тогда. Я быстро говорю. И переводил, ты помнишь? Аллилуйя. Я хочу заранее попросить у вас прощения, потому что я буду говорить на русском языке. И иногда я... Ну, как и все, наверное, знаете, как помазание, может быть, буду говорить быстро. Вы мне показываете вот так, чтобы я тормознула. Хорошо? Аллилуйя. Давайте славу Господу нашему воздадимащему. Аллилуйя. Потому что все, что есть... Все, что есть во Вселенной. Все, что есть вокруг тебя и меня. Все, что видимо и невидимо. Все, что видимо и невидимо. Оно сотворено им. Им стоит и сотворено единственной целью, чтобы прославлять его имя. Аллилуйя. Аллилуйя. Он достоин. Был достоин. Он достоин. И всегда будет достоин. Только он. Только он один. Есть царь царей. Только он один. Иисус Христос. Сын Божий. Отдал свою жизнь. Нет других богов. Нет никаких других учеников. Нет никаких других сыновей Божьих, которые бы отдали свою жизнь за грешное человечество. За тебя и меня. Нет других. Добровольно. Его не повели туда связанного. Он добровольно. Он отдал добровольно свою жизнь. И он так ожидает, чтобы каждый из нас добровольно посвятил ему сегодня свою жизнь за грешное жизнь. Амэн. Аллилуйя. Потому что только в нем есть жизнь. Жизнь есть только в нем. Жизнь есть только в нем. Нашим разбитам и воскрешам Иисуси Христос. Аллилуйя. 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 Я верю, там будет большая церква. Большая церква. Потому что, знаете, самое главное, это, когда у нас есть любовь к Господу. Когда у нас есть любовь к Господу, Бог использует, ему не нужны какие-то другие качества. Он нужна посвященность и любовь. Он нужна посвященность и любовь. Исприняя любовь. Он не придется, как что-то. Ни притворная. Ни уг壓ждение плоти. Ни угождение начальства. Визуально узнанно. Ему не нужно видеть, как красивее, как там. Не необходимо видеть, как неприятнение, как в нем нет. Первее. Бог смотрит на сердце. Его нужно видеть сердца, которая по настоящему. Жальщик. Ищущ Г resonance. Которая по настоящему любит. Которая по настоящему любит. Которая по настоящему желает прославит вас на земле. Амэн. И мы вчера и сегодня утром немного рассуждали моими паузниками. Вы такие. Вы такие есть. Пусть Бог вас благословит. Вы сами себе можете поаплодировать. И пусть эти качества в ваших сердцах никогда не уйдут. И никогда не укрепляются. И возрастают день от дня. Настоящей посвященности. Искренней любви. Простоте во Христе. Аминь. Аллилуйя. Бог, Он совершенный Бог. Ему не нужно никаких дополнений. На самом деле Он не нуждается в помощниках. Ему не надо, чтобы кто-то подкрепил Его силой. Подкачал Ему мышцы. Ну, надо, чтобы вот более такая радость была. Тогда Он подумает. Будет делать чудеса. Будет исцелять. Свобождать. Спасать. Или не будет. Ему не надо этого. Потому что Он само совершенство. И Он есть полнота. Наполняющий все и во всем. То есть Он не нуждается. Если мы думаем, что я сегодня что-то пожертвовал. Я ожидал Богу. Он не нуждается. В твоих деньгах Он нуждается. Он нуждается в твоем сердце. Он нуждается в нашем сердце. Вы не мировались в Боге сердце. Не знаю. Я не знаю, почему. Это чувствование, наверное, сердца Отца Небесного. Потому что не так много. Не так много на земле. Даже служителей. Даже тех, кто посвящен, кажется, и служит. И чье сердце по-настоящему. Жаждет. Ищет. Именно послушать Богу своему. В своей благодарности за то, что Он спас тебя. Нам больше ничего не надо. Туда можно сказать, у меня не было исцеления. А у меня еще там у длингарь проблемы. А у меня еще в браке. А особо не за что славить. А поднимите руки. Кто спасен? Не все? Не все рождены? Нав все зимыщи наукшену. А кто не рожден с лишним? Кого не спаси, Ищет Иисус? Куда же вели Иисус? Такие есть? Татя человеку. Не знаю. Не туда, не сюда. Не понимают вопроса? Кто рожден с лишним? Чем сердце живет Иисус? Куда сердце живет Иисус? Поднимайте, поднимайте. Вы что, не уверены в этом? Аллилуйя. Так вот, если ты в своем сердце уверен в своем спасении, это тот самый главный пункт. Ради чего тебе должно хотеться? Хотеться и с каждым днем. Больше и больше служить Ему. Написано в Слове Божьем, что неважно, как ты пойдешь в ад и как ты пойдешь в небо. С рукой, с ногой, без глаза, без уха. Но одно мы знаем, что на небе мы будем все целостными. Мы будем в прекрасном теле. Может быть, мы уйдем даже инвалидами с этой земли, физическими. Но на небе мы будем самые красивые. Наше тело будет молодое, здоровое и стройное. А каким идти в ад, я думаю, все равно. Правда? Все равно. Поэтому уже за то, что ты спасен. За то, что ты спасен. За то, что твоя дорога, она не ведет тебя в преисподнюю, в озеро терное. Ты должен каждый день любить, славить и говорить, Иисус, что еще я могу сделать для тебя. Вот такой, какой я есть. Вот такой несовершенный. Вот такой, может быть, не настолько образованный, не такой современный. Может, не такой перфектный на взгляд человека. Но в моем сердце Господь столько благодарна тебе, используй меня. Это должна стать нашей молитвой каждый день. Самая главная молитва. Амэн. Аллилуйя. Знаете, мы вчера пару слов хочу сказать о кулдиге. Мы первый раз там были. Мэз первого рейса там были. Аллилуйя. Поскольку мы живем в Риге. Так как мы живем в Риге. Немножко, вы знаете, вот одна маленькая страна, маленькая страна. Вене – масса валст. Латвия – маленькая страна. Латвия – масса валст. Кажется, совсем немного народа, и особенно сейчас живет в Латвии, да? Потому что уехали в Европу. Но все равно мы так сильно отличаемся. Мы стараемся. И вы знаете, я хочу сказать, что вы более счастливые. Вот те, кто живете в маленьких городах. Те, кто живет в Мазах, пелсадас, вы сэсет лаймейгаки. И в чем ваше счастье? И в чем ваше счастье, что… И в чем ваше счастье? Вам, я не знаю, в ряду, в ряду, наверное, тех причин, что вы меньше видите материального. Вам не нужно на это равняться. Вы себя этим не обременяете. И нет этого соревнования. У нас есть сэцензии. Потому что кто будет перфектней. Кож будет перфектней. Знаете, ведь Господь не смотрит на нашу внешность. Господь не смотрит на нашу арену. И у меня все равно. И у меня все равно. И у меня абсолютно все равно. Когда вы садитесь за столом, и смотрит, что говорит ваше сердце в это время. Когда вы выходите на сцену, может быть вас отработаны, может быть самые лучшие учителя, а не малые сваи, чтобы вы были послабители. А кто-то не имеет такой возможности. И не учился. Но Бог смотрит. И приходит туда, че сердце отдана ему. И вот в кульдиге нам было очень приятно. Спасибо большое. Спасибо Инессе. Спасибо Оскарам. Из маленького народа будет великой народ. Аминь. Так говорит слово. Потому что наш Бог у нас жене. Аллилуйя. Просто не теряйте это. Не теряйте это. Аллилуйя. Ваш пастор Инесса. Юс мацитая Инесса. Особенный респект. Аллилуйя. Общаться с ней одно удовольствие. Вот сколько лет я знаю. Сколько она в своей жизни прошла. Сколько она в своей жизни прошла. Цикаго я не знаю. Интузиазм нескончаемый. Не безумно с энтузиазмом. Поздравляйте славу Богу за вашего пастора. Аллилуйя. За вашу духовную мать. Аллилуйя. Я думаю, каждый понимает, жизнь как жизнь. И семья. И есть много вещей. Это непросто. В это время еще стоять и вдохновлять людей. И верить, и любить, и слушать. Я просто не знаю. Она настолько знает Бога своего, что у нее этот неисчерпаемый заряд радости и энергетики. Инесса, я тебя забитую. Я тебя забитаю. По хорошему забитаю. Лаба, лаба зима. Аллилуйя. Я знаю, что будет великая победа у вас. Я знаю, что будет великой победы у вас. Ну, мы в этом здании первый раз, конечно, и вы уже имеете свое здание. Шая телпа. Аллилуйя. Мы платим аренду. Такие деньги отдаем. Вы платите большие деньги, но вы за свое отдаете. Аллилуйя. И даст Бог вам возможности расширить ваше влияние и наполнит народом, жаждающим Бога, народом, ищущим Его славы, народом, желающим прославить Иисуса на этой земле, в этом городе. Эта церковь наполнится. Этот зал очень маленький. На самом деле. Аллилуйя. Потому что Бог наполнит народом. Аллилуйя. И Бог даст вам великий чудесный ремонт сделать. И не потому, что у кого-то такой ремонт. Не потому. Просто он достоин. Просто он достоин. Потому что он прекрасен. Аллилуйя. И он достоин, чтобы был прекрасен этот зал, где его дети собираются прекрасные. Потому что каждый из вас прекрасен, ващех Божьих. Скажи, я прекрасен. Пасаки, ясам прекрасен. Амэн. Амэн. Нас настолько разрушала жизнь. Ну, мы так называем жизнь. Сатана в нашей жизни. Что мы потеряли уверенность в себе. Мы даже боимся. Сами себя похвалить. Мы даже находясь в церкви много лет. Мы боимся себя респектировать. Нам хочется где-то спрятаться подальше. У меня и то, и то, и это не так. У тех, кто того лучше пусть он. Вот. Не потому что я не хочу что-то делать. Я считаю, что я недостоин. Я тебе хочу сказать, что Бог восстанавливает твое достоинство. И вот это ложь, которая губит. Почему христиане часто уныли остаются? Потому что я не знаю, почему дьяволу удается много-много веков, даже в христианстве, держать детей Божьих в этом состоянии недостоинства. Ты спасенный, но недостоин. Нет, ты достоин. Если ты спасен, ты достоин. Бог избрал именно тебя. Он спас именно тебя. Именно за тебя он умер. Именно за тебя он пролил свою кровь. И именно для тебя, лично для тебя, он воскрес на третий день. Потому что ты достоин. Достоин другой жизни. Ты достоин счастья. Ты достоин благословения. Ты достоин ходить в радости, в здравии. Ты достоин иметь семью счастливую и радостную. Ты достоин иметь ту полноту, которую он надеял нас уже во Христе Иисусе. Амен. Аллилуйя. Скажи, я достоин. Аллилуйя. Знаете, это очень важно. Вот мы давно у Бога. Моя такая манера, я часто нашим говорю, скажите, скажите, повтори. Потому что слово должно звучать. Дьявол постарался, что мы на себя льем слова разочарования, недостоинства. Так легко. Никто не так ехать. А вот сказать, что я достоин. Я сильная. Я красивая. Я самая стройная. Это мы не можем. Вы заметили это вообще? Да, я все время этим грешу. Вот каюсь. Собираюсь, в зеркало смотришь. Сегодня вот говорю Валентине. Я опять поправилась. А потом тут же говорю, слушай. Когда мы уже будем видеть себя и говорить, как я похудела. Аллилуйя. Да, да, да. Я буду меняться, я вам обещаю. Я вам говорю, говорите себе, респект. Себе. И это не гордость. Это не гордость. Если бы это не нравилось Богу, если бы это было неправильно, он бы себе не говорил, я великий, я единый, я был, нет другого. Он бы не говорил так. Он учит на словах своими. Аминь. А в нас живет он. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава ему. Воздачи ему славу. Аллилуйя. 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 Возкликни. Аллилуйя. Аллилуйя. Он велик во мне. Аллилуйя. Он велик в тебе. Он всемогущий Бог. И Он любит тебя. И Он любит меня. И я и ты особенные для Него. Аллилуйя. И дьявол, ты не обманешь нас. И ты не разрушишь это никогда. Никто не отлучит нас от любви Божьей. Аллилуйя. Ни то, что мы видим, ни то, что мы слышим. Ни то, что мы видим, ни успеха, ни преуспеха. Никакие враги. Аллилуйя. Ни каи инаетники не веисти меня, не не веисти меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы будем хвалиться, хвалимся и будем хвалиться своим Господом. Ни конями, ни колесницами, ни деньгами, ни какими друзьями. а Господом Своим. Аминь. Аллилуйя. Ну, вчера как бы так вот у нас было служение больше, не больше, а вообще свидетельство. Свидетельство. Аллилуйя. А сегодня я все-таки хочу, чтобы вы мне позволили проповедовать. Позволяете? Пастернес. Аллилуйя. Вы знаете, наша вера, вы знаете это. Я тоже знаю, что вы это знаете. Но я утверждал. Наша жизнь вообще христианская, она основана на чем? На вере. На вере в нашего Господа Иисуса Христа. На вере в то, что делает Бог. Я повторюсь то, что я говорю, и мы должны это говорить каждый день, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Он творил, творит и будет творит. Аминь. Аллилуйя. Он освобождал, освобождает и будет освобождать. Он любил, любит и будет любить. Он исцелял, исцеляет и будет исцеляет. Он неизменный Бог. Аллилуйя. На этом основана наша вера на слове, которое мы слышим, которое мы читаем на его слове. Аминь. И наша вера растет от слышания. Аминь. Это простые истины, которые лежат в основе нашей христианской жизни. Кажем, моя вера растет. Он тихо пиауга. Говори, говори, моя вера растет. Ты можешь сказать, моя тихо пиауга. От слышания. Но дзирдейшан. Слышания слова Божьего. Но Деву в кардаке дзирдейшан. И мало просто читать тихо про себя. Все знаете, что когда ты провозглашаешь духовный мир, это слово приобретает крылья. Ангел Господень подхватывает его. И это слово, оно начинает работать твоей жизни. И для того, чтобы твоя вера укреплялась и росла, если ты чувствуешь, что она слабеет, проверь, как давно ты высвобождал слово сам своими устами. На свою ситуацию, на здоровье, на финансы, на семью. И если высвобождал, то что высвобождал? Коргадь, что ты говоришь слово, ты говоришь то, что говоришь твоя плоть. Ну вера приходит, победоносная вера, от слова Божьего, от слышания слова Божьего. Я хочу, чтобы мы тут четко понимали, отслышание, и не важно, это пастыр Инесса сказал, или пастыр Алексей, или пастыр Нелли. Отслышание, ты такой же пастыр в духовном мире. Ты пастыр своей жизни, если хочешь знать. Аминь, проповедуй свою судьбу. Дай твоей судьбе слышать слово. Дай слышать слово своим финансам. Дай слышать слово своей структуре, за которую ты отвечаешь в церкви. Дай слышать слово Божьего. Что говорит об этом Богу? Своему телу, души своей. Помните, как Давид разговаривал с своей душой? Что он и баешь душа моя? Славь Господа. Ко ты скумсти, ману двеселу, славяя то кунгу. Мы часто читаем эти вещи и думаем, что у них так все было классно. Мэс ласам шесть и думаем, что у них все было классно. Вот он такой родился. Винши татс, вот, лук, пьедзинься. Славил, пел там Господа. Как будто вторую часть мы не видим, что не была такая классная уже жизнь. Не сладкая была жизнь Давида. Амен? Не сладкая. Я думаю, что, когда мы сегодня там пищим из-за своих проблем, то никто бы из нас не хотел бы быть на его месте. Не хотел. Вот в такой роли, какую жизнью прожил Давид. Да, там была слава, там было знание Бога, но сколько испытаний он проходил. Единственное, что хотелось бы, чтобы моя душа вот так, как его душа. Во всех испытаниях. Когда сгущались тучи, когда дьявол ожесточался, и враги ополчались против него. Он был тверд и мужествен, потому что веровал своего Бога. Что защитник его жив. Амен. И продолжал говорить своей душе, славь Господа, не унывай. Амен. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте Марка 25, ой, извините, пятую главу откроем. Так, сколько мне дано времени вообще-то на слово? Как к служению позволительно сколько? А? Не, ну хоть приблизительно рамки. Это часы правильно идут? Уже 15 в первом. Да. Да-да-да. Не долго прославляет. Не долго прославляет. Слава Богу. Хвала была очень хорошей прославлением. Это самое главное для Бога. Девам подголовное слово слава. Я не хотела за Давида, как бы, вообще говорить. Но просто каждый раз, вот, когда идет у вас чудесное прославление, еще можно воздать Богу славу за это. Мы должны понимать и должны верить, что не творит чудеса ни один проповедник. Как бы делики там целители, освободители, изгоняющие дьявола, какая бы ни была реклама. Что на земле сегодня производит работу Дух Святой. И чем искреннее, чем по-настоящему вы прославляете Бога, тем сильнее будет освобождаться помазание Духа Святого. Это помазание освобождает вас, исцеляет вас, отвечает Бог на ваши вопросы. Поэтому никогда не ждите что-то от человека. Вот оставайтесь в этой детской вере. Я ожидаю сегодня Бога. Я иду на служение. Я готовлю свою сердцу, душу свою беру, если даже она там плачет и пищит. Славь душу Господа. Я иду встречи с ним. Он для меня, что сегодня сделает. И никогда не смотрите на человека. Никогда. Сохраните это. Это так важно и так ценно для Бога. Аллилуйя. И Бог движется именно там. Именно там, где вся хвала. Где вся честь, вся слава, он отдается только ему. Он никогда не потерпит никакого соперничества. Бог уйдет с его места. Вы знаете, церковь может быть самая современная. Драуза может быть самая современная. Богатая обстроенная. Львови. Богатая карта. Будет самый шикарный оркестр. Оркестр. Шикарный хор. Кори. Хорошо обученный. Лаби иематр. Будет вообще все перфектно. И церковь процветающая материальна. А Бога там не будет. Потому что слава отдаётся другому. Потому что слава отдаётся другим. Кстати. Стопциту. У нас в нашей церкви, не знаю, пару лет назад, у нас служили тогда два пророка. Один был из Финляндии, второй из Англии. И когда служение закончилось, ну вы знаете, кто служит, там кормишь обедом, и мы общаемся уже просто в общении. И когда мы общались с этими Божьими людьми, один из них он рассказал. Я вам скажу, что он говорил об этом с радостью. Я совсем небольшого ранга служитель. Зеленый пастыр, там у нас только будет пять лет. Мы как пастыр, я только пять лет. Но мое сердце огорчилось, а он это как достоинство рассказывал. Он говорит, у нас церкви наполняются людьми. У нас сейчас христианские церкви пустеют. Он имел в виду протестантские церкви. Церкви живого Бога, как мы говорим. И поэтому, говорит, и церкви лютеранские, там католические, у них же в основном свои здания были. Они пустые. И поэтому очень легко приобрести такие здания. Выкупать за копейки, он говорит, выкупать. И приходит очень много людей. Когда он так рассказывал, конечно, знаете, хорошая зависимость внутри, думает, ну надо же, вот у них как уже. А пробуждение какое. И наполняются, говорит, эти соборы. И разные, разные национальности из разных церквей и наполнены. А потом он говорит, мы не грузим людей, особенно святостью, праведностью. Вот, потому что людям это не нравится. И у них дошло до того, потому что дьявол приходит, ему там комфортно. Люди приходят с грехами, со злом, занимаются там и чародейством, и чем угодно. Смотрите, первая церковь была же то же самое. Ходили разные люди в начале, но не выдерживали присутствия святости Божьей. И он говорит, у нас нет недостатка финансового. Все могут проплачивать. Приходят люди с богатыми, с большими деньгами. И говорят, пастыр, мы хотим построить церковь. Вот, на наши деньги, мы там несколько человек, мы даем деньги, новую, современную. Но мы хотим, чтобы она была вот так построена. Зал. Мес, 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 грибам, чтобы она была вот так построена. Такие диванчики. Таи диванини. Столики. Галдини. Чтобы мы во время ты проповедовал, а мы могли сидеть и кофе пить. Ли мы с вами баудить кафе, и ко мне это слугано. Вы слышите, что я говорю? И они построили такую церковь. И пастыр проповедует. Моцитаясь слудина. Они сидят, пьют кофе. Они отдыхают. Они отдыхают. Они оплачивают все. Они все оплатят. Но Духа Божьего нету там. Не может Дух Святой приходить туда, где уступается место, или прославляется, или на первое место ставится что-то другое. А к другому пастыру пришли и сказали, послушай, ты так часто призываешь по жертвованию. Моцитая, это так бежо. Того не хватает. Здесь не хватает. Не могу больше этого слышать. Давай, я богатый человек. Сколько тебе надо денег в месяц. Чтобы все твои счета, все твои нужды в церкви. Висы твои сайдзии. Парриенты, кредиты. Все, что нужно для церкви, чтобы заплатить один раз. И ты бы на служении не говорил больше о жертве. И этот пастыр согласился. Он просчитал зарплату тебе. Он просчитал и назвал ему эту сумму. И этот человек, он каждый месяц, четко в определенное время, он присылал эту сумму. Но церковь развалилась. Никогда не ожидачай свое сердце против жертвы. Никогда. Там, где нет жертвы, там не будет Бога. Вся наша вера построена на жертве Иисуса Христа. Никогда не ожидачай свое сердце против жертвы. Всегда молись, когда идешь в Дом Божий. Всегда молись. О том, чтобы ты на самом деле жертвовал с радостью. Я сейчас говорю жертва. Мы не жертвуем каждый день. Вы должны это понимать. Мы немного жертвуем. На служениях мы делаем приношения. Добровольное приношение. Это может быть твое приношение любви Господу. Это может быть приношение благодарности за то, что Он сделал в твоей жизни. А жертва – это что-то другое. Это особенное. О жертве всегда Бог в сердце говорит. Или это твое решение, Бог, как обед, я приношу вот такую жертву, я принял решение. Я хочу, чтобы ты увидел это. Амэн. Но не по принуждению. Амэн. Но жертва должна быть, я уже это слово понимаете, я обобщаю, то есть семя приношения, оно должно быть обязательным. Там, где нет семени, там нет жизни. Ты можешь иметь самые красивые поля. И самую добротную почву на этих полях. Но если ты не будешь бросать семена в эту землю, какой бы она плодовитой, обработанной, удобрениями там не была, там ничего не взойдет. Никогда не закрывай свою руку. Когда идешь в Дом Божий, у тебя должно быть семя. И если ты идешь в Дом Божий, у тебя нет семи, не плачь перед Богом. Не плачь, что у тебя сегодня на столе только хлеб и каша. Не плачь, что ты забираешься в Дом Божий, и в твоей руке нет семени. Вот об этом плачь. Дух Святой хочет, чтобы это услышать. Я не собиралась это говорить вообще и начать с этого. Я не грибаю про то рунать. Никогда об этом не забывай. Дьявол ворует этого христианства. Почему слабеют цепь? Этим мы умаляем жертву самую большую, которую сделала у нас Бога. Он отдал все. Когда мы начинаем умалять значение жертвы, мы умаляем значение Бога в нашей жизни. Знаете, мне кажется, надо принести сейчас пожертвование. Аллилуйя. Аллилуйя. Я когда-то, знаете, я иногда пишу стихи. Я даже израксту. И песни даже иногда. Аллилуйя. Дзеюди. И однажды, готовясь тоже, о пожертвовании размышляла. У меня в сердце прозвучало так в стихах. Готовя жертву, никогда не плачь о ней жалея. Ведь для Тебя открыты небеса, и вечно для Тебя открыты двери. Не собирай сокровищ на земле, где ржа и моль, где воры подкопают. Амин. Ведь в небеса для Тебя открыта дверь, и жертвой Ты Бога прославляешь. Я думаю, каждый понял, о чем я говорю. Аллилуйя. Давайте возьмем. У нас было чудесное прославление. Мы хотим, Господь, потому что Ты достоин этого. Мы хотим взять свое доброе даяние. У кого-то жертву, у кого-то, может, десятина, не знаю, какого. У кого-то что-то. Но никогда, никогда не приходи с пустыми руками перед Господом. Аллилуйя. Возьмите, поднимите это. Панимите это. Рукосы перед Богом. Аллилуйя. Бог желает Тебя благословляет. Девы с веялами. Каждое на этом месте. Катрой веет. Атец Бог. Девы с Тебя. Кажет, повтори за мной. Паткарту то, а из Маним. Ваиме Иисус Христос. Я отдаю всю свою благодарность. Я отдаю всю свою благодарность. Всю свою любовь. Всю свою милостиву. Тебе, мой Бог. Тебе, мой Бог. Я утверждаю, что Ты мой Господь. Ты мой Царь. Ты владыка моей судьбы. Ты мой путеводитель. Ты сила моя. Ты крепость моя. Ты моя мутрасть. Ты моя святость. Ты моя истина. Ты моя жизнь. Ты моя дзива. И я сегодня принес, Господь. Дом Божий. Свою жертву. Свою жертву. Или приношение. Я хочу, чтобы Ты увидел, что это не просто какие-то деньги. В моей руке. Мое сердце. Оно открыто для Тебя. Это никакой не показуха. Я делаю это не потому, что это делают все. Я делаю потому, что я признателин Тебе. Я благодарен Тебе, что Ты отдал жизнь сына своего за меня. Это маленькая капля, которую я могу дать, но я отдаю от чистого сердца. Я так рад, что я могу это сделать, в Твоем святом присутствии, в доме Твоем, чтобы в Твоем доме всегда была пища, чтобы в моем доме была Твоя благодать. Прими это, Бог мой, Отец мой небесный, прими это, я отдаю это с любовью и благодарность, и благослови мои руки, чтобы я был силен приобретать богатство для славы Твоей. Твоей славой. Ваиме Иисуса Христос. Амэн. Амэн. Пожалуйста, как Вы? Пускайте передам? Или здесь принусите? «Аллинуя» «Аллелуя» «Аллинуя» 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 «Желалалабасе» Благослови, Господь, пусть на этом жертвеннике всегда будет огонь Пусть он никогда не будет пустым, Святой Бог Аллилуйя, пусть всегда, всегда будет пища на этом жертвеннике Для твоего Святого Огня, чтобы ты мог двигаться Чтобы Ты мог двигаться в этом храме, в этом доме, чтобы Ты мог двигаться в этом народе, чтобы Твоя благодать умножалась, Господь, чтобы она распространялась, и из-под порога этого храма она текла, как вода живая, на эту землю, в каждый дом, в каждую семью, чтобы она прикасалась к каждой жизни, чтобы каждый человек в этом городе, он познал спасение Твое. Я прошу, благослови, Господь, я вижу здесь десятины, Бог мой, Ты видишь верность Твоих, Ты видишь верность Своих детей, во имя Иисуса Христа, по Твоему Слову, когда Твой народ, Ты сказал, будет приносить десятины и приношение в Дом Божий, чтобы в Твоем доме была пища, Ты обещал благословить из Дома Своего, Ты обещал показать, как Ты защищаешь, Ты обещал Господь, что они могут испытать Тебя и проверить верность Твою. Я прошу Тебя на основании их верности, эти десятины и эти приношения, Бог мой, я прошу Тебя, дай каждому из них ощутить, что никакая воля, никакая ржа, никакие воры, они не смогут повредить. Никто не может обокрасть то благословение, которое Ты для них приготовил. Пусть это приходит в их жизнь. Полнота, полнота наполняющего все и во все, полнота исцеления в их телах, полнота финансового благословения, полнота душевного комфорта, полнота радости, полнота, которую только Ты можешь ждать в жизни каждого человека. Во имя Иисуса, я благословляю и призываю кровь Иисуса Христа на каждую руку дающую, на каждую семью, на каждую десятину, да будет по Слову Божьему. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Прославьте Господа. Аллилуйя. Аллилуйя. В нашей жизни мы даже ходя с Богом, и может быть в христианстве уже некоторое время, я хочу сегодня разрушить ту лож, которую дьявол нам удалось. Я не говорю, что это всем, но может быть кому-то построить уже как твердыню, что, ну, вот в этом меня Бог благословил, в этом вот Он сделал, совершил свои изменения, а здесь, ну, или нет линия, кого-то Он в бизнесе подвигает, а финансово благословляет, или кого-то вот Он сплошное исцеление идет. Ну, мне слава Богу, я спасен, и все. Знаете, мы знаем это, мы это утверждаем, мы говорим, что наш Бог есть полнота. Полнота, наполняющего все и во всем. И во имя Иисуса пусть будет разрушена вот эта ложь сатаны, что что-то у моего отца, который любит меня, для которого я единственная, что что-то у него нет для меня. Что-что-то у него, какое-то благословение для старшего брата, для младшего сына, а я средний, а для меня этого нет. Он любит нас одинаковой любовью. У него не было столько разных планов на спасение тебя и меня, что он, скажем, святого сына, он отдал за Эдуарда. И поэтому полнота всех благословений принадлежит ему. А за меня он отправил какого-то на крест другого сына, а тот был раконником, не очень-то заслуживал благословения. И вот он за меня, поэтому у меня нет благословения. У него был только один сын. Услышьте, это один, единственный, святой и непорочный, он не заслуживал смерти. И он согласился за тебя и за меня отдать этого сына. Амэн. Для того, чтобы ты имел всю ту полноту, которую имел Иисус Христос, когда Он был еще на небе. Амэн. Он не знал ни пятная порока. Поэтому Он мог передать тебе своей смертью и воскресением эту победу. Эта победа, она уже тебе принадлежит. Исцеление принадлежит народу Божьему. Благословение вся полнота этого слова. Она принадлежит Божьим детям. Амэн. И я разрушаю сегодня всякую ложь дьявола на это обетование, что только частично принадлежит что-то тебе, а что-то мне. Скажи, я хочу взять все, что мой отец приготовил для меня. Я хочу взять все. Говори это каждый раз. Я хочу взять все. Бог, сегодня ты благословил меня тысячу латами. Латвища. Люблю латы. Не люблю евро. А завтра, Господь, я получу десять тысяч. Я хочу, что ты для меня приготовил. Это не гордость. Это не тщеславие. Слово полнота. Это все. Я хочу взять, я хочу это увидеть. Амэн. Поэтому верь, что тебе принадлежит все, что Он приготовил для тебя. Ты не какой-то середничок. Амэн. Аллилуйя. Аллилуйя. Перейдем к Слову Божьему. Аллилуйя. В пятой главе. Я постараюсь не так много читать, чтобы вот очень много времени не занимать. Я думаю, что вы знаете. Евангелие уже знают, наверное, все. Может быть, полностью всю Библию. И не так, но Евангелие – это то, что мы должны знать. Это наша жизнь. Мы живем в Евангелии. Это те волны, в которых ты должен каждый день омываться. Амэн. В пятой главе там описана история состояния женщины. Вы знаете эту историю. Состояние женщины, которая страдала кровотечением. Помашите, кто знает эту историю. Пару мест просто прочитаю. Одна женщина, которая из 25 стиха, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришла еще худшее состояние. Я думаю, что может быть не надо слово читать, или надо? И там была какая-то сева, которая уже 12 лет слимовала расинившену. И так много было сиетов, и она измельчила всю свою волшебу, и не было уничтожения. пока на этих двух стихах остановимся. Эта женщина болела 12 лет. Неважно, у этой женщины было кровотечение. У кого-то это может быть болезнь костей. У кого-то там может быть желудка. Любая болезнь. У кого-то болезнь финансовая. Ты никак не можешь исцелиться. Ты никак не выберешься из долгов. Это болезнь финансовая. 12 лет эта женщина болела. В данном случае, если поразмыслите, мы должны всегда, мне очень нравится, когда нас пастыр учил о том, что мы должны, читая Библию, мы должны видеть фильм. То есть в действии, как это происходит. Это реально, визуально мы должны видеть. Мы должны жить в Слове Божье. Аминь. То есть 12 лет ты постоянно находишься в этом состоянии боли. Ты постоянно находишься в этом состоянии боли. 12 лет она чувствует себя ущербной. 12 лет она чувствует себя ущербной. Потому что кто-то исцеляется. Кто-то уже начал процветать. Кто-то уже устроил свою жизнь, построил хороший дом. хорошей, а она написана все свое состояние. Как бы наоборот, у нее что-то было, и состояние какое-то было. Она растратила за эти 12 лет. Она потеряла все свои силы физически, финансовые, и, я так понимаю, душевные, потому что вся радость, естественно, ушла. Она обессилела от этой болезни. Единственное, вот мне лично нравится в этой истории, почему я о ней говорю. Чем она поучительна, что эта женщина, она не сидела с лажа руки. Написано, что она много потерпела от многих врачей. Знаете, это тоже вера. Она не сказала, вот у меня стоит этот диагноз, рак, и все. Я вот тихо истекаю кровью, и это мой приговор, и я умираю. Она сказала, нет, я не умру, я буду жить и возвещать дела Господни. Это ты так должен говорить. Амен. Ну, во всяком случае, у этой женщины была вера на жизнь. Согласитесь. Она не думала о том, что все деньги отдаю, а что завтра буду кушать. Когда она отдавала и платила этим врачам, может быть, экстрасенсам, я не знаю, кому там она обращалась. Она верила, что завтра я буду здоровая, и я заработаю на хлебе. Лишь бы только выздороветь. Она истощила, написано, все, что было у ней. И даже написано, что не получая никакой пользы, она пришла в еще худшее состояние. Но она все время двигалась. Она все время двигалась. Жизнь – это движение. Кажи, это жизнь – это движение. И вера – это движение. На том уровне она двигалась так, как она верила, как она понимала. Аминь. Кроме того, я хочу, чтобы ты эту женщину увидел. Эта женщина, она считалась нечистой народе Израиля. Когда мы читаем Библию, мы знаем, что обыкновенная, которая бывает каждой месяц у женщины, она считалась временем выхода нечистой. И женщина, она вообще не имела права ни общаться, ни куда-то там выходить, в забрание этим горит. А это 12 лет. Из дня в день. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту картину жизни этой женщины. Мы увидели, что она истощила все состояние. А теперь представьте ее душевное. Вы думаете, как она душевное состояние. Она отвергнута всеми. Она как прокаженная. Ей нигде нельзя появляться в обществе Израиля. Она нечистая. И она не виновата в этом. Вы представляете, что может подняться в сердце, имея вот такой подарок от тебя? И что мне нравится, что она не ожесточилась, эта женщина. Она не год поднялась. Она не год поднялась. Мы часто просто очень рано сдаемся. Какой-то поставили чуть сложнее диагноз, чем грипп. Не, еще я не дай бог услышал, что кто-то вообще плохо закончил с таким диагнозом. И ты уже лапки сложил. И дайву тут, как тут. Ну, где твой бог? Ну, где твой бог? Почему кто-то истощит, а ты не видишь эту славу? А твой бог, он на своем месте. Бог всегда на своем месте. И он всегда на престоле славы. У него других престолов нет. Его престол не поколеблется. Это не престол бесславия. Это престол силы и славы. Амэн. И бог наш никогда своей славы не отдаст никому. Так и чистись, амэн. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы поболели три дня, недельку. Ой, а если затянулось на месяц. Мы уже как христиане ходим, носы повешены. Нерадости у нас нет ничего. Как будто Бог перестал быть. А он вечный. Амэн. Он не перестал быть. Аллилуйя. Поэтому прими вот сегодня, когда будешь слушать эту проповедь, прими решение, что всегда, всегда скажи, я все равно буду исцелен. Я все равно буду исцелена. Может быть, пять лет у меня уже это болеет. Может быть, десять. Я все равно, во имя Иисуса, буду исцелена. Амэн. Амэн. Аллилуйя. Потому что раны на теле Иисуса Христа, они свидетельствуют об этом. Мне так нравится это место, что там не написано. Катя исцелена ранами Иисуса. А ты, Неля, ты будешь нести свою болезнь. Ну так, чуть-чуть послабушка придет, ну ты так с ней на земле проживешь. Там так не написано. Ее болезнь полегче. Поэтому Иисус говорит, я ее понесу на себе. А твоя мне не нравится. Она плохо пахнет. Я не хочу. Поэтому да, ты пойдешь на небо. Да, ты иисус на небо. Это вот ты, ты понесешь на земле. Это неправда. Это неправда. Та неопатесия. Написано, что каждая колена, любая болезнь, любой диагноз, нищита, проклятие, ласц, одиночество, отверженность, безденежье, без труку, рак, гепатит, любая болезнь, любая, любая, любая колена, склонница перед его именем. Амэн. И написано, что ранами его, мы исцелились. Его ранами, мы исцелились. То есть все, все болезни исцелились. Все болезни, все болезни, его ранами исцелились. Амэн. Халлелуя. Халлелуя. Но эта женщина, болея 12 лет, она еще не встретилась с Иисусом. Слава Богу, что она была настойчива в своем желании, в своем желании быть здоровым. Халлелуя. Поэтому первое от тебя, это принять решение, что я буду исцелён. Потому что ранами Иисуса я уже исцелён. Об этом свидетельствуют его ранами. Интересно, что в Библии не написано ничего о возрасте. Там не написано. Ну, знаешь, там Иисус, он же был еще молодой. Он принял болезни молодых. Возрасте там 35, может быть нет. А есть же возрастной уже. Сальческие болезни. Об этом не написано. Кто об этом читал? Там есть что-нибудь об этом написано? Слово Божье говорит, и в старости, мы будем что? Сочны и плодовиты. Амен. Скажи, и в старости. Скажи, скажи, я буду сочен и плодовит во имя Иисуса Христа. Потому что раны на теле Христа. Они свидетельствуют об этом. Мне сегодня. Амен. Это значит, я себе говорю, я свою веру расчую. Амен. Я слушаю Слово Божье. Аллилуйя. Поэтому написано, что мы будем уходить вообще Господу насыщенной жизнью. Ни насыщенной болезнью. Ни разрушенные, скрипящие, пищащие, хромающие. Насыщенная жизнью. То есть ты получил от жизни все. Все, что Бог тебе приготовил. Висус, ко Девы тебе сагатавались. Ты насыщился своей жизнью. Сочен и плодовит. Амен. Аллилуйя. Насыщенная жизнью. Это Божий замысел и Божий план. И это судьба вообще христиан не уходить Господу по болезни. Ты скажешь, а как же вот христиане умирают? Да, вот знаете, много мы не понимаем просто. Мы чего-то недопоняли. В чем-то мы просто не были, не стояли до конца. Но это не судьба твоя. Это не моя судьба. Амен. Аллилуйя. Эта женщина услышала об Иисусе. Эта женщина услышала. И то, что она услышала, это побудило ее опять к действию. И то, что она услышала, это побудило ее хочу сказать, что эта женщина была смелой. Я не знаю, как удалось за эти 12 лет, будучи отверженной, будучи ослабленной совершенно физически и финансово, как ей удалось сохранить в своем сердце. Потому что назвать верой, но она еще не знала Бога. Она услышала, и у нее опять загорелся этот свет. Она услышала, что есть такой Иисус из Назарета, который исцеляет очищает прокажен, исцеляет полезно. И в ее сердце появилось желание найти, дойти, доползти, пусть ее растопчут по дороге. Лайя веналагу, ваевиния, но прикаснутся к другому. Аллилуйя. Только прикаснутся. Аллилуйя. Пискартиз. Аллилуйя. Слава Господу. За то, что вера приходит и умножается по пути. По пути. По пути нашему движения. Вера умножается по пути нашему движения. Та титси пиога, когда мы верзаемся по мусу цели. Там мы стоим на месте, мы разрушаемся. Месса грустам. Аллилуйя. 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 Еще хочу сказать такой момент. Никогда не думай, что вот этого брата или эту сестру Бог так благословляет. Вот надо же, вот такую болезнь Он у него забрал, освободил его из стрел, дал ему чудесную семью. Дев бринши их димены. Вот так его финансово поднял и благословил. А у меня вот как-то моя судьба другая. Других судьба у Бога нет. У Бога есть только благословение. Он не наделяет проклятия. Он не наделяет болезни. Амэн. Он не наделяет болезни. Он не наделяет болезни. Аллилуйя. Многие думают, я, наверное, больше грешил. Посещали вас такие мысли. Я, наверное, больше грешил. Поэтому, ну вот у кого-то лучше. Бог отвечает, кому-то ближе, а ко мне нет. Это неправда. Это ложь сатаны. Это ложь сатаны. Голя Божья, чтобы ты был исцелен. Голя Божья, чтобы ты был процветающий. Не процветающий. Надо понимать это слово. Не имеется ли ты это богатство земное. В общем, чтобы процветать, и тратствовала твоя душа. Амэн. И тела твою. И твой дом. И делала руку твоих. Амэн. Понимаете? Согласны со мной? Лай уж и прикритит меня. Аллилуйя. Аллилуйя. Дианьях, я буду, может быть, места все-таки покороче, вам не так читать, как вы записали. В Дианьях, 14 главе, там еще одно очень интересное место. 14. нода, там есть интересные. Аллилуйя. 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 Слава Господу тебе. За то, что ты вечный, за то, что ты верный. Слава тебе, кунгс, что ты устицемс и мужейкс. Ну, 8. панта. Некоторые муж, не владеющие ногами, льти. Листра сэдей, кастры, 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 кастры. веру для получения исцеления. Павелс, узлūкотams и редзая, что виним есть тицит, так дзидинатым, сказал громким голосом, тебе говорю, во имя Иисуса Христа, стань на ноги твои, прямо. Целес ставс из самих кайев. И он тотчас скачал и начал ходить. Здесь написано, что Павел увидел веру. Опять-таки другая ситуация. Человек не владел своими ногами. Здесь еще хуже. Он от чрева матери не владел ногами. Представляете? От рождения. Люди ходили ногами, а у него были веревочки. Он не владел своими ногами. И однако, я просто удивляюсь, или это в Израиле, только такая вера. Он услышал слово, вот услышал только. Павел проповедовал. И когда Павел взглянул на него, он увидел веру в его глазах. От рождения. Вы можете представить? От рождения. Человек парализован на нижнюю часть. И он только услышал первый раз. Павел проповедовал об Иисусе. И взглянул, его притянули глаза этого человека. Вера, она притягивает Божьи чудеса. Вера притягивает Божьи исцеления и восстановления. Вера. Вера твоя спасет тебя. Павел увидел веру в глазах этого человека. Там, может быть, кто-то с гриппом стоял, и не было веры на исцеление. Он увидел веру. Павел следует и циву. Если ты сегодня говоришь с каким-то человеком, если ты говоришь с собой, ты тоже человек. Ты в зеркало разговариваешь сам с собой. Это тоже иногда полезно. Себе проповедовать, пророчествовать, это очень важно вообще на самом деле. И ты говоришь, ты ранами Иисуса исцелен. Ты болеешь. Называешь свою болеть. Ты сегодня, прямо сейчас, ты склонишь свои колени перед именем Иисуса Христа. Аминь. Это очень важно. Вера, это очень важно. Поэтому нельзя. Это очень важно. Угодить Богу невозможно. Без веры. У этого человека увидел Павел веру. И когда он написал, что он помолился, тот час же, сказав громким голосом, тебе говорю, во имя Иисуса Господа, стань на ноги твои ходи. И он прямо вскочил и стал ходить. Аминь. 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 То, что читаю Евангелие, наверное, каждое послание Павла, когда мы читаем, помните, там есть место, где Павел говорит, что мне дано было жало в оплате. Помните? Понимаете, о чем я говорю? И я трижды молился об этом Господу. И я знаю, что рассуждали все, правда? И часто об этом мы проповедуем, и размышляем. Друзья, аминь. Аминь. Как это так, что Бог его не исцелил? Ну, как тогда, когда мы внимательно читаем это, мы услышим другие слова, которые говорит ему Бога. Бог ему говорит, Павел, недостаточно ли была дана тебе моя благодать, моя благодать на исцеление. На освобождение, на процветание, на силу. Моя благодать, совершенная на кресте, она пришла в твою жизнь. Почему ты третий раз об этом молишься? В тебе есть уже, это уже новый завет, понимаете? Уже дана благодать Божья. Она на тебе и на мне. Дух Святой есть в тебе и во мне. И больше написано, Павел не молился. Он говорит, тридцать я молился. И когда ему Бог сказал, послушай, достаточно для тебя благодати. Мною уже завершено достаточно, чтобы ты был исцелен. Я хочу, чтобы вы услышали это. Бог уже завершил на кресте твое исцеление. И Павел был свободен. Я верю в это. Я говорю, потому что я в это верю. Аминь. Потому что он больше нигде не просил. И не написано, что он так и оставался, и слабел от болезни день от дня. Вы читали такое? Читал? Я не читал. Просто Господь напомнил ему, послушай, я уже все тебе это дал. Просто возьми это. Аминь. Аллилуйя. Я знаю, что на самом деле над Библией мы размышляем, и есть учения, и диалоги, и как-то каждый. Ну, мы должны рассуждать над Словом Божьим. Но здесь не может быть другого ответа. Просто не может быть. Иначе он бы умирал, и слабо не от дня. Но больше об этом сказано. Посмотрите, сколько посланий было. Посмотрите, сколько он перетерпел. Его убивали, убить не могли. Посмотрите, как он перетерпел. Он много раз ганрой изноголеная, но потом он перетерпел. Я хочу, чтобы ты это услышал и поверил в это, что Бог никогда не сотрудничал с дьяволом. Я хочу, чтобы ты дзерди то, чтобы ты заметил, что Девы не садарбовались. Бог никогда не давал болезни. Девы не давал болезни. Потому что у него их нет. Тебе, что у него их нет. Аминь. На небесах написано, болезни нет. Смерти нет. И он, что имеет, то дает. У него есть полнота благословений. Ни болезни, ни смерти, ни слабости. Ни спекта, ни слабости. Поэтому это не мог Бог дать ему. Аминь. Это дал дьявол. Это не от Бога было. От Бога была благодать. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не написано, что он делал это выборачно. Не написано, что грипп исцелел, да. Ангейну, да. А гепатит нет. Там так не написано, рак, нет. А это вообще родился, у него ноги не работают от рождения. Нет, к таким он не прикасался. Он написано, что все немощи, и все болезни исцелел. Кого приводили к нему, и он исцелял всех. Скажи, воля Божья, это исцеление для меня. Аминь. Для меня. И будь в этом эгоистом. Для меня это исцеление. Это Божья Божья. Для меня исцеление. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Поэтому, когда ты находишься во Христе, Сатана видит тебя в этом состоянии превознесенном. Он под твоими ногами. Он под твоими ногами. Под твоими ногами болезнь. Потому что она от дьявола. А ты в Исусе. Ты в Боге. Ты в славном Боге. Ты в славном Боге. Поэтому я сегодня, когда начала общаться с вами, я сказала, что нам нужно утверждать свою веру. Утверждать славу Божью. Что я в нем, глядя на себя в зеркало. Зрещивая сам свою веру. Аминь. Говоря, что я вижу, да. Физически может с ногами еще не то. С деньгами не то. Но ранами Иисуса. Я уже исцелен. Говорит о себе. Глядя в зеркало. Говорит своим финансам. Своей семье. Своему служению. Он есть полнота. У него нет недостаток. У него нет трудов. Аллилуйя. И всякий недостаток он под ногами. Потому что он у дьявола. Он у дьявола. И нам не надо собирать под подошвы ног. Вот эти крови, которые там есть у дьявола. Нам не надо. Мы берем от престола благодать. Аллилуйя. Каждый день. Как важно, чтобы мы поклонялись ему. Каждый день. Ты можешь приходить. К этому престолу благодать. И брать. Все, что тебе нужно. Виска с тебе войдет. Хваля. И прославляя Господа. Аллилуйя. Я вас не усыпила. Для меня непривычно, что мне надо растягивать. Ну, потому что перевод. Мне надо перестать, что я веру. Каждый день. Аллилуйя. Поэтому все гонения. Все, что проходил Павел. Он прошел достойно. Сила Божья. И та благодать. Которая есть в нас. Через Иисуса Христа. Она не дает нам быть слабыми. Она не дает нам быть победителями. Мы победители. Мэз истинствовали. Аллилуйя. Аллилуйя. Скажи, Иисус исцелел всех. Саки, Иисус дзиняя весь. Аллилуйя. Иисус на кресте победил Сатану. Иисус на кресте победил Сатану. Если Бог, он дает нам от своего престола благодать и полноту свою. То Иисус пытается. Извините, дьявол пытается Сатана. Он пытается наделить нас тем, что он имеет. А он имеет что? Проклятия. Ласти. Болезни. Сливы. Одиночество. Вентулы. Как будущее серное озеро. Все озеро. А, а, а. И он пытается внушить нам, обмануть нас. У них ценышат мусу пиманить. Давай симптомы. Додот симптомы. Это и твоя, и моя судьба. Потому что очень грустно ему там будет одному. Он хочет компанию побольше. Поэтому не верь в это. Не верь. Во имя Иисуса Христа. У тебя есть доступ. У Него нет. А у тебя есть престола благодать. Аллилуйя. Смотрите. Что же эта женщина с кровотечением? Иисус еще раз хочу сказать. Он ходил, проповедовал Слово Божье. Мне нравится, когда я читаю об Иисусе. Он ни за кем не бегал. Ни за кем. Он ходил. Говорил Слово жизни. И когда приходили к нему. Или приходили к нему. Вальния, хромыя. Он изцельял. Не веселые. Он все. Так просто написано. Думайте, как Иисус изменился. Думайте, что Иисус изменился. Иисус вчера. Иисус вакар. Сегодня. Шоден. Ивовеки тот же. Скажите это. Иисус вчера. Иисус вчера. Сегодня. Ивовеки. Ивовеки. Тот же. он исцелел, исцелел и будет исцелел. Аллилуйя. Скажи громче, исцелел, исцелел, и будет исцелел, и сегодня он будет исцелел. Если ты нуждаешься, скажи, он меня сегодня исцелел. Он сегодня меня исцелел. Ману, Jezus, сегодня исцелел. Аллилуйя. Знаете, он не просто, он не просто, опять хочу сказать, что там выборочно что-то, он исцелял написано всякую болезнь. Всякую болезнь. Всякая болезнь. Всякая болезнь. Амэн. Аллилуйя. Иисус, спасибо тебе за твою верность. Спасибо тебе за святость твою. Если бы Иисус не был святым, этого бы ничего не было. Спасибо, что Он наша святость. Ты и я, мы не святые. Но через Его кровь. Святую кровь. Сегодня ты свят. Сегодня ты праведен. Сегодня ты можешь приходить, к этому пристопу благодарить. Ты и я, мы не святые. Аллилуйя. Иисус, спасибо тебе. Благодарю Его. Аллилуйя. Спасибо за то, что ты наша праведна сегодня. Ты ты наша святость сегодня. Ты наша исцеление. Ты наша ответа. Ты милост. Ты благодать от Бога Отца. Аллилуйя. Я наделен этим всем через твою кровь. Аллилуйя. Аллилуйя. Исцелел все болезни. Аллилуйя. 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 Слава тебе, Господи. Аллилуйя. И здесь мы прочитали, Павел провозглашает, что во имя Иисуса Христа встанье ходи. И человек был исцелел. И человек был исцелел. Аллилуйя. 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 Хочу еще, чтобы вы немножко до молитвы, когда мы будем молиться. Будем молиться сегодня. Мы шеден луксим. Хоть и время затянулось. Ну, настроитесь. Шеден мес луксим. Я просто хочу, чтобы вера ваша была. Что была ваша вера благодать Божьей. 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 Аллилуйя. Смотрите. В 10-тою главе. Божьей. 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 нищету, все одиночества. Иисус из Назарета Он ходил блага творя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Это говорит уже Петр. И он тоже сам говорит, что говорил Павел. Заметили это? А? Амэн. Говорите, реагируйте. Аллилуйя. Мы видим, что источник болезни от дьявола вот в этом стихе конкретно написано, что Иисус ходил благотворя и исцеляя всех каких? Обладаемых. Обладаемых дьяволом. Прочитай хорошо этот стих. Как Бог духам святим, и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Обратите внимание, Он исцеляя всех обладаемых дьяволом. В этом стихе Петра нам раскрывает, что болезни написано, обладаемых дьяволом исцелял. То есть болезни обладаемых дьяволом. Говорят о том, что есть область нашей жизни. Ир сферы с мусью дьяволом. Конкретно, когда мы говорим об болезни. Да? Где есть господство дьявола. В теле твоем есть область. Где есть господство дьявола. Здесь не говорится. Шеет нет обладаемых дьяволом. Здесь не говорится, что не все в порядке у него с мозгами. Вы понимаете, я хочу, чтобы вы это поняли. Что болезни это сфера твоей жизни, в которой дьявол еще господствует. Он обладает еще в этой области. Потому что мы привыкли думать, что обладание дьяволом это обязательно, когда там такая одержимость ненормальная. Возгиб уже на права, на лево поехали. Кур я уже весь патор у него браут. Он обладает, может быть обладает финансами. Вицу var валдить пар финансами. Обладаемых дьявол. Вицу var номагать. Аллилуйя. Да то Господу, что он все болезни изцелел. Аллилуйя. Изцелел Господь Иисус Христос освобождал те, обладаемых дьявол и изцелел все болезни. Аллилуйя. 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 Вот это слово благотворя. Еще я заметили, я его так акцентировала. Благотворя. 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 Что такое благотворение? Вы, наверное, знаете. Благотворительность. Благотворительность. Это делание добра. Да? Делание добра. Амен. Марка, седьмая глава. Здесь написано, что... Пастор Инесса, ты меня поправляй. Может, я так долго? Нет? Аллилуйя. Ой. Марка, седьмая глава, 37 стих. Что здесь написано? И чрезвычайно... Иисус, повторюсь, что Иисус ходил, Он исцелял от всех болезней и освобождал всех обладаемых дьяволов. Да? Мы только что прочитали об этом. Марка, седьмая глава, 7,37. И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает. И глухих делает слышащими и немых говорящими. Марка, 7,37. Он все делал хорошо. Здесь написано, что все хорошо делает. Прочти, прочти. То есть он все делает хорошо. Ответи на вопрос, болезнь это хорошо? Нет, это не хорошо. Болезнь это не хорошо. А тут написано, что Иисус все делал хорошо. То есть он не мог раздавать болезни. Мы должны понять, откуда приходят болезни, чётко понимать. Бог не раздавал болезни. Он все делал хорошо. Он не делал болезни. Он все делал хорошо. Марка, мы все места сегодня по Марке у нас. Марка Евангелия, мы можем постараться в целом. Когда хочешь разобраться с темой исцеления, читай Евангелие. И в первой главе Марка, смотрите. Первая глава, 40 стихе. Первая Марка недели, модели 40 стиха. Приходит к нему прокаженный, и умаляя его, и падал перед ним на колени, говорит ему, если хочешь, можешь меня очистить. Когда спиталликс нанк по ней, лукдом, и прежде чем цель, он говорит, если хочешь, ты можешь очистить меня. Смотрите, этот прокаженный человек, опять-таки, его положение в обществе израильском, оно было похоже на положение вот этой женщины, которая 12 лет страдала кровотечистой. Люди, которые были больны проказой, они должны были находиться вне стана, они не могли быть среди общества, у него точно так же он был отвержен. И болезнь, это считалось, если кровотечения там женщина еще надеялась, что ее исцелит. То люди, которые имели диагноз проказы, на них была сразу же печать дьявола, которая говорила, даже не пытайтесь, это не исцелено, это уже, но считалось, что это проклятие от Бога. Как бы для этих людей вообще надежды не было, никакой надежды. Но здесь написано, мы только что с вами прочитали, что, когда к нему приходит этот прокаженный, он умолял, он знает, что надежды на исцеление нет. Он написано, он умолял и падал перед ним. Падал перед ним на колене. И говорит Иисус, если хочешь, если... Или здесь написано, очистить, можешь очистить, если хочешь. И этот прокаженный написано, что у него не было вопросов. Он не сказал Иисусу, а проказу ты можешь? По моему вот это телу, которое гниет и все в струпьях, уже, ты можешь очистить. Я не знаю, почему вот на таких очень тяжелых, на самом деле, ну, финансовых, физических. Ну, так для себя отвечаю, что, наверное, когда мы на половину имеем только. На половину боли, на половину недостатки, мы не можем подняться в ревности. Нет. Но написано, что этот человек прокаженный, он вообще никаких вопросов не имел, что его Иисус не может вообще очистить. Он единственное сомневался, что хочет ли Иисус. Так вот твоя вера и моя вера. Одно из оснований. Должно быть то, что ты должен понимать. Ты должен твердо знать. Повторюсь, Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И что Он хочет, не просто может. Он хочет. Он хочет. Не вен вар, но Он хочет. Он хочет. Он хочет тебя очистить. Он хочет тебя освободить. Он хочет тебя исцелить. И вера возникает и утверждается от знания, что Он хочет этого. Он хочет этого. Почему? Потому что Иисус написано благо творил. Делал все хорошо. Он делал то, чтобы тебе и мне было хорошо. И Он не изменился. Иисус, Он был полон сострадания, когда ходил по земле. Он не был движим. Он не был движим. Утверждением своей карьеры. Он не пытался достичь какой-то славы. Я поеду по городам, в тот и в тот, и до края земли, чтобы мы знали мое имя, что я изгоняющий дьявола, что я исцелитель. Он говорил, я никто. Иисус никогда не говорил, что отдайте мне славу. Поклонитесь передо мной. Вы читали это где-нибудь славы Божьей? Нигде. 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 Ни о какой гордости. Ни о том, что Он себе что-то хочет взять. Он делал это, потому что Он сострадал. Он сострадал это у народу, который был ваковых, который был обманут сатаной. Покрыт струпьям и проказы. Их вера, она разрушена была. Народ, который был избран Богом. Иисус не излился на них. Он не говорил, что да будьте вы проклити, вы это шли от Бога. Написано, Он сострадал. Милостью Своей. Он прикасался к людям. Милостью Своей. Вы, наверное, поете тоже эту песню, да? Милостью Твоей. Есть у вас перевод? Волна вся земля. По-русски поете? Аллилуйя. Но это, вообще это сильная песня. Очень сильная, на самом деле. Я знаю точно и верю, что это от самого Духа Святого была песня. Аллилуйя. Потому что земля и сегодня, как в этой песне, полна его милости. Мы, по большому счету, никто не заслужили этой милости. Даже в сербях находясь. Даже когда мы в служении, мы столько делаем неправильных вещей. Мы заслужили судов. А Бог милость являет. Место суда, каждое утро, эта милость обновляется над нами. Аллилуйя. И вот эта милость и сострадание, оно двигало служением Иисуса на земле. Милость и сострадание. Он не являл больше и не пытался ничего показать. Он хотел показать не то, что хотел. Он был для этого послан, чтобы явить сердце отца своего. Всеми своими деяниями. Он показал сущность сердца отца. Любовь и милость. Любовь и милость. Поэтому он говорил, я хочу. И он ответил этому прокаженному, хочу. Если вы читаете дальше, хочу очиститься. Он прямо закричал, как ты можешь сомневаться. Я хочу. Мне плевать, что это проказа. Мне плевать, что от тебя уже дурно пахнет, потому что гниет твое тело. Я хочу. Я хочу, чтобы ты не страдал, он говорит. Болезнь это страдание. Амен. Одиночество это страдание. Иисус говорит, я хочу. Если ты знал, как я хочу. Аллилуйя. Слава Господу тебе за милость твою. Слава за то, что ты во веки тот же Господь. Слава за то, что твоя любовь и милость, она не сократилась. Она не прекратилась на этой земле. Что мы живем в то время, когда она все еще действует. Но уже Духом Святым. Духом Святым. Господь прикасается к тебе и ко мне каждый день. Голосом Духа Святого. Бог говорит твое и мое сердце. Он говорит, что я хочу, чтобы ты был свободен. Я хочу, чтобы ты очистился. Я хочу, чтобы ты избавился от страданий. Он гневается, слышит, что Бог дает болезни. Бог гневается, когда слышит эти слова, что Бог дает болезни. У Бога нет болезни. Он нормальный отец. Он отец любящий. Я вчера как раз в Кулдике говорила, он отец, который любит. Аллилуйя. Мы рассуждали потом, после даже служения, что вообще мы даже не представляем, что такое настоящая любовь. Мы имеем какую-то там, не знаю, мили-мили-мили, там тысячи-тысячи миллиардную частичку только в своем сердце понимания. Мы имеем внутри вот эту частичку, чечку этой любви. Он есть совершенная любовь. Совершенная любовь. И Он отдает ее каждый день. Нам, по крайней мере, нужно каждый раз молиться, чтобы Бог ну дал нам хоть один раз вкусить, что это такое вообще. А любовь она не разрушает. А любовь она не мстит. Амен. Она не гордится. Любовь она не говорит. Я святой. Я достоин только славы. Мне нет места среди этих ванючих прокаженных. Среди этих грешников, которые сегодня пьют. Которые блудят. Которые сегодня сидят в игральных автоматах и дают славу мамоне. Он не сказал, я этих не имею в виду вообще. От тех, кто передо мной бьют лбы каждый день. При храмах. Я только этих имею в виду. Нет. Он полен милости. Он полен сострадания. Он хочет. Иисус ходил благотворя. И Он хочет творить это добро сегодня. Он хочет делать это добро каждый день. Каждую минуту. Он есть любовь. Он есть полнота. Любовь. Нам невозможно это познать просто. Он есть полнота наполняющего. Все и во всем. Мы хотим хотя бы чистить. Мы хотим хотя бы чистить. Это полноты прикоснуться. Мы хотим получить хотя бы в своем сердце чистить. Полноту этой любви. Мы хотим снять с собой сири к какой-то нелелой далини. Чтобы мы могли отдавать это этим людям. Которых Бог послал нам на встречу. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог никогда не давал болезни. Диос некогда не дод слемы. Марка 5.27. Я хочу женщину кровотечением возвратиться к ней. Аллилуйя. 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 И прикоснулась к одежде его. И прикоснулась к одежде его. То, что ты говоришь своими устами. Является ключом. К результату. Понимаете? Все, что ты говоришь. Ты в основном видишь уже то, что ты вчера говорил. Сегодня видишь не успех. Сегодня не полезно. Пусть Бог напомнит тебе, что ты говорил. Каким ключом ты открывал? Ключом благословения? Или ключом проклятия? Кому ты позволил пользоваться твоими устами? Кто был у руля твоей судьбы и того, что сегодня происходит? Кому ты отдал ключи? Кому ты из Девеса отслейгас? Поэтому я начала сегодня, когда говорить, я вам сказала, вера. Вы это знаете. Так же, как и я. Но нам нужно это повторять всякий раз и утверждаться в вере. Вера приходит от слышания. Амен. Эта женщина, она сказала. Она сказала. Я только прикоснусь. Она держала этот ключ. Вы должны видеть это визуально. Перед ней стояла дверь. Она знала. Она верила. За этой дверью находится ее исцеление. Она держала этот ключ и думала. Я не знаю, я доползу до этой двери или по дороге истеку до конца кровью и умру. Но я только к этой двери хотя бы прикоснусь. Может мне не удаться даже ее открыть до конца. Но я прикоснусь. Потому что с той стороны все равно исцеление. И оно есть через эту дверь. Я только прикоснусь и буду исцелена. Вы помните? Да? Вы записываете эту историю. Вы вообще, я думаю, научены пастырам в церкви. Нужно записывать местописания. Для того, чтобы то, что вы услышали, работало в вашей жизни. Нужно приходить домой и возвращаться к этому. Разобрать эти местописания. Попросить Духа Святого. Чтобы Он открыл вам эту глубину. Как откровение. Оно должно быть лично у тебя. Ключ должен быть у тебя лично. Понимаете? Лично у тебя. И эта женщина сказала, в сердце своем. Только к одежде прикоснусь. И я выздоровею. И тут сейчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена. Ииси. Ииси. Иисус говорит, что ты имеешь веру в Божью. Имеешь веру. Вера от слышания. И слышание слова Божью. И слышание слова Божью. Аминь. Твоя вера никогда не укрепляется, когда ты говоришь, о, не, 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 у меня там. Дедушка, ты болеешь в миру. Потом у мамы так же была. У мамы и у моего старшего брата. У моего старшего брата. У моего старшего брата. У моего старшего брата. У меня тоже самое. И детьми, наверное, не следует. У бедерные март. Нет, вера говорит другую. Она приходит от слышания слова Божья. Аминь. Аллилуйя. Когда Бог творил Вселенную, я прошлый раз раз мыслила, мы думали, что мы думали, что мы, да конца, ну я понимаю, что есть враг человека на земле, и поэтому он не дает нам, он препятствует познанию, глубине познания истины Божьей. И я думаю, что те, кто не первый год с Богом, и в христианстве, они согласятся со мной, что у нас все время мы ощущаем это противление, познание этих откровений, правда же? Но когда ты упорный, настырный, тебе будет открываться во имя Иисуса. Аминь. Посмотрите, когда Бог творил Вселенную, вот прошлый раз я размышляла как-то, и по-новому это увидела. Когда Бог творил землю, когда написано, что в начале было что? Слово. Было слово. Было варс. Оно не было словом дяди Ванни, тети Гали, оно было у Бога. То есть вообще не имеется в виду никакие другие слова. Представляете? Начало и конец, это он. Все другое, это шелуха, это на семечках шкарлупка. Все, начало и конец, он. Аминь. Аллилуйя. Нет ничего другого. В начале было слово, и оно было у Бога. И что было написано? Написано, что Вселенная же была безвидна. Здесь уже идет слово было. Слово мы знаем, слово Божье это жизнь. Потенциал, беспредельный потенциал. Жизни, благословение. Он был у Бога. Он еще был у Бога, он закрыт. Он под замком у Бога. Аминь. Вы понимаете, да, сейчас вот. Вы представляете, визуально это все. Не нравится это. Аллилуйя. Пусть Бог рисует вам картину в духе. Это было у Бога. Это было у Бога. Вселенная была безвидна. Земля, земля была безвидна. Мы на земле живем. И пустая, и тьма над бездной. Пока Бог не сказал слово, безвидная, и пустая, и тьма. Визу неизвейдоваться, и тьма. Безда была. Безвидная, пустая, бездная. И тьма над бездной. Ничего привлекать. Тьма была. Хотя слово «жизнь» уже было, оно было у Бога, но Бог его не сказал еще. Вера, она приходит, повторяйте со мной вместе, а слышание, и слышание слова Божьего. И мы говорим о вере Божьей, конечно, а мы не эпизодской, не человеческой, а Божьей вере. Она, это слово, оно было у Бога, которое строит веру, которое творит чудеса. Амен! И посмотрите, безвидность этой земли, тьма, ничего привлекательного не было. Если поразмышлять, наш Бог, Он всемогущий Бог. Мне нравится, когда вы реагируете как-то. Амен! Наш Бог всемогущий, Он виздесущий, Он творит целенной. Он все может. Амен! Он все может. А почему тогда Он одно слово не сказал, и все сотворилось? Как вы не сказали, что он не сказал, что он не сказал? Он, чтобы он не сказал, что он не сказал. Земля была безвидна и пустая. Земля была безвидна и пустая. Идь манна от бездной. А Бог такая жадина. Держит у себя за пазухой слово, который может все, и любует на эту тьму. И скататься с шоу тумсу. Над бездной. Вы никогда об этом не думали? Никогда? Мне нравится. Наш Бог, Он Бог порядка. Наш Бог, Он верный Бог. И Он себя отречься не может. И Библия начинается со слова «сначала». Это слово говорит о том, что есть порядок во всем. Он говорит о том, что есть порядок, хаос принес дьявол на землю. Сначала говорит, что он был словом. Он говорит, что он вышел, сказал, и все так вот на земле, и море, и горы, и океаны, и не поймешь, что там крокодилу выросла кабанья голова, у свиньи хвоста корови вместо свинова. Все сразу. Висус изрежь не отречет. Написано, что сказал Бог, первый день было так. Второй день сотворил Бог, он сказал и стало так. Каждый день Бог говорил слово. Первое, нам нужно для себя понять порядок Божий. Когда мы видим хаос, это стихия бесов и демонов. Это территория дьявола. Там, где хаос, это территория дьявола. Это еще одна территория, где господствуется. Это территория, где господство сатаны. Простите, спешу. Аллилуйя. Ну я уже, в общем-то, концу. Аллилуйя. Понимаете, хаос, это территория, когда есть господство сатаны. И мне нравится, что Бог с самого первого места, от самого начала Библии, написал слово в начале. И написано, Бог есть начало и конец, но он последовательный. Он Бог порядка. Он сказал первый день, он стал так. И дальше он еще проанализировал, посмотрел. И увидел, что хорошо это. На второй день сказал слово. И стало так. И он опять просмотрел, проанализировал, сказал хорошо. И третий, и четвертый, и пятый, и шестой. И как завершение, ты и я были сотворены. И когда он это все опять просмотрел, и он сказал, весьма хорошо. Я почему говорю об этом, что почему-то Бог в одно мгновение вот так не сделал все сразу. Представляете, что было бы вообще? Ну, вообще-то даже трудно вообразить, что бы это могло быть. Где горы, где леса, может быть, деревья били бы фонтаны. Я не знаю, что могло бы быть. На самом деле, как бы были животные перепутанные. Или мы с вами бы с крокодилями головами ходили. Это о чем-то говорит, когда мы видим вот эти ужастики, когда мы видим вот эти демонические мультики. Это творит сатана. Да, уродство приходит от хаоса и беспорядка. Уродство. И уродство оно от дьявола. Поэтому, слава Богу, что происходило только по вере Слова Божьего. Бог верил. Он четко знал, он скажет, и будет. Я тут, видите, и планирование еще вам коснусь. Он знал, что он скажет, и будет. Но он последовательно это делал. Аминь. Аллилуйя. Пока он молчал, ничего не происходило. Вера от слышания и слышания Слова Божьего. Аминь. Аллилуйя. Поэтому мы с вами имеем сегодня ровно то, что мы говорим. Вот мы должны сегодня со всей этой, может быть, большой моей такой проповеди, затянувшись, усвоить, что мы своей жизнью. То, что мы уже потрогать можем, ощутить, видеть, имеем то, что мы говорим. Сегодня я имею то, что говорил вчера. Поэтому, если ты хочешь, чтобы завтра что-то поменялось, начни другое что-то говорить. О чем конкретно, какая область, ну, беспокоит тебя? Да, я вам, которая тебе сатрауц. Я веселый, тогда рунай пар веселый. Финансы, значит, финансы, говори то, что говорит Слово Божьего. Аминь. Аллилуйя, потому что в начале, давайте вместе скажем, в начале было Слово, и Слово было Бога, и Слово было Бога, и вера приходит отслышание Слово Божьего. Аминь. Поэтому, кривые пути, исправь сегодня своими словами эту кривизну. Начни говорить, Бог, выравнив мои кривизны. Сегодня ты в долине плача, говори, что говорит Бог. В конце нее откроются источники радости. Аминь. Сегодня горы перед тобой стоят. Говори, да понизятся горы во имя Иисуса Христа. Потому что Иисус так сказал. Аминь. Аллилуйя. Сегодня болезнь перед тобой. Говори, ранами Иисуса, я исцелен. На твою проблему должен прийти тот, кто превыше всего. Чего имя превыше любого начальства и власти. Аминь. Его Слово должно прийти туда. Аминь. И это орудие, оно в твоих устах. В твоих устах. Тебе не надо за это деньги платить. Вот что самое главное. Не надо платить миллионы. Тебе просто надо открыть устах. Тебе венкарши я отвер муте. Поднять свой дух. Пусть вас пламенится святое пламя внутри. И сказать с властью это слово на свою проблему. Сказать слово Божье. Женщина говорила, как только прикаснуть. И результаты сразу. И результаты сразу. И результаты сразу. Если бы она смотрела на лево на право. Если бы она ищет там долго рассуждала. Ой, а что они скажут. А как вообще этот мужчина. Может он на гою на меня на ступи, этот на зарянин. Как ты посмела женщина. Висправе, манна каеву, узкапси и патишь, как ты вареи това дарить. Первое, твоё желание. Ты на самом деле хочешь это получить. Ты грибишь то саином, потерься. Второе, я говорю. Верую и говорю. И говорю слово Божье. Амэн. И тогда Бог начинает действовать. Халлелуя. Женщина говорила сначала в себе. Даже не громко. Не имея еще силу Духа Святого. Она в себе говорила. Но уже говорила. Амэн. Она постоянно говорила. Может она там и имела какие-то сомнения. Но тем, что она постоянно говорила это себе. Она сама себя убеждала. Она сама в себе взращивала эту веру. Она там ползла и сама в себе шептала внутри. Если только, вот доползу и прикоснусь. Халлелуя. Говори себе. Ты увидишь, как начнет подниматься твоя вера. А когда ты начнешь духовный мир говорить, ты увидишь, как эта вера растет. Ты будешь слышать Слово Божье. Амэн. Она постоянно говорила, эта женщина. И когда она прикоснулась к одежде. Только как одежде прикоснулась. На основании ее веры. Она получила то, что она ждала. Амэн. Санем то, кое они гаидали. Последнее, чем хочу сказать, что Иисус прикасался к людям. Люди, которых Он исцелел, Он к ним прикасался. Рукали, нагали, слепые глаза, уши, вы знаете, там, брени делал, или пальцы в уши. То есть Он прикасался. Иисус прикасался. Сегодня мы имеем вот эту привилегию, когда Дух Святой, Он прикасается к нам. Он сегодня, мы привилегия, когда Святой Святой, он прикасается к нам. Он внутри нас. Он вокруг нас. Он вокруг нас. Аллелуя. Мы живем в особенное время. Мы должны гораздо больше видеть чудес. Мы живем в особенное время, чем было в то время. Не как было в той времени. А роди это оно в наших устах. Дух Святой внутри. Святой 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 Святой. Амэн. Аллелуя. Иисус был помазан. Так как сегодня помазан ты и я. Аллелуя. Иисус не изменился. Он вчера сегодня и вовеки тот же. Он есть начало. И конец. Если Бог начинает, Он не бросает на полдороги. Он не бросает. Это мы останавливаемся. Это мы перестаем верить. Мы провозглашать. Перестаем. И мы останавливаем движение Божье. Слава кофе. Амэн. Сегодня ты должен это все себе вот сейчас, не знаю, как это разложить. И Маркас 16 написано. Уверовавшим, во имя его, уверовавшим будет сопровождать это знамение. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Маркас 16. Помните все. Помните это место. Я просто не хочу больше. Аллелуя. Много, но для того, чтобы много мест, я бы советовала вам, я не могу, конечно, никого заставить, чтобы эти места у вас были записаны, чтобы вы с Богом вместе разобрались с Духом Святым. Провозгласили все, что Бог там пообещал, все, что Он сказал, чтобы твоя вера поднялась, амэн, чтобы ты получил все, что Бог тебе на самом деле, Он желает, и Он каждый день протягивает эту руку к тебе, наполненную этого добра, этого хорошего, которое делал Иисус, Он и сегодня это делает. Амэн. Ну, написано, верующие возложат руки на больных в наше время. Мы живем во время нового завета. Мы живем в то время, когда Дух Святой действует на земле. Нам не нужно где-то бежать, ехать в определенный город и искать этого Иисуса Назарянина, потому что Он Духом Святым все время с нами. Он внутри нас, амэн. Нам даже не нужно какое-то место искать определенное. Тебе нужно просто захотеть. Захотеть, взять и прикоснуться. Тебе даже не надо спрашивать, Иисус, если хочешь. Очисти. Если хочешь, исцели. Он хочет. Давайте встанем сейчас. Аллилуйя. Он и сегодня хочет исцелять. Он и сегодня хочет очищать. Я не знаю, кому-то, может быть, нужно очистить совесть свою. Кому-то нужно очистить свое сердце. Кому-то, может быть, очистить покрову кожи своей. Я не знаю, что. Кому-то, может быть, это... Потому что только Он знает все. Он видит все. Он знает. И самое главное, что Он хочет. Он хочет освободить нас от Бога. А Бог вранья. Вранья дьявола. Что болезни от Бога. Он хочет разрушить это в твоем разуме. Он хочет выпустить душу твою на свободу. И не обманываться. И не обманываться. Бог поругаем не бывает. Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И Его вера, Божья вера, она растет в тебе и во мне. Отслышание слова. И слова Божьего. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы благодарим тебя. Благодарим за силу твоего слова. За этот потенциал жизни. За потенциал веры, который в твоем слове, Господь. Благодарим тебя за то, что те истории, которые ты оставил, как наследие твоей славы, для того, чтобы наша вера не остудевала. Твоему стыдцей написаны в Святом Писании, в Евангелии. Они просто двигают нами для того, чтобы мы шли и получали от тебя то, что имеем во Христе Иисусе. То, что дьявол у нас украл. Чтобы это разрушило всякий обман в нашей жизни во имя Иисуса Христа. Павел говорит, что Дух Святой, который воскресил Христа из мертвых, Он сегодня в тебе и во мне. Этот же Дух, Он здесь, на этом месте. И Он сегодня желает, Иисус всегда желает, исцелять, и освобождать нас сегодня. И вопрос только в тебе, верили ли ты. Аминь. Аллилуйя. Сейчас откройте свое сердце, поговорите с Богом. Я не могу сказать, что Дух, Он здесь, на этом месте. Иисус всегда желает. во имя Иисуса Христа, если в ком-то есть неверие, помоги Господь, помоги во имя Иисуса и укрепи, укрепи эту веру, подними эту веру внутри каждого, во имя Иисуса, вера, которая может понизить любую гору, вера, которая может прикоснуться к Твоим святым ранам, Скоро Баскарабахай, вıyı ее внутри, во имя Иисуса Христа, дьявол, сегодня эта проповедь, она звучала для Тебя, Ты должен знать, что Твой народ знает правду, Твой народ слышит истину, Твой народ знает Слово Божье, и ты не обманешь по имя Иисуса. Ты больше не будешь держать в плену лжи, в плену обмана и в плену неверия. Именем Иисуса Христа я связываю сегодня всякую ложь сатаны в вашем разуме. Я связываю это с дух обольщения, дух неверия, дух смерти, дух немощи. Неспакка, гадо. Бесы и демоны, которые удерживают людей. Болезни, слабости, всякий диагноз, который дьявол написал на твоей медицинской книжке. Именем Иисуса Христа, Святой Кровью Господа. Он стирается во имя Иисуса, Словом Божьим. Ранами Иисуса, ранами Иисуса стирается всякий диагноз. Стирается диагноз рака, стирается диагноз заболевания костей, заболевания суставов. Именем Иисуса Христа и Святой Кровью Господа. Исцеляется каждый внутренний орган. Позвоночник выравнивается. Суставы укрепляются. Кости наполняются. Глаза, которые не видят, они становятся зрячими во имя Иисуса Христа. Уши, слышащие. Позвоночник выравнивается. Пусть сила твоя и слава твоя, Господь, сегодня будут явлены по твоей великой милости, по твоей благодати к народу твоему. Да будет разрушена всякая ложь дьявола на этом месте. Пусть всякая слепота уйдет в сердец наших. Кира басэ, лабасонэ, кэсэкэй. Ура басэ, кира басонэ, кэсэкэ, лабахай. Ешшэкаларабасэ, кэрабасэ, кэрабахай. Ва имя Иисуса Хрира басэ, лабахай. Кэрабасэ, лабахай. Я сегодня, я принимаю твои добрые даяния. Помоги мне не поколебаться. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. И сейчас, пожалуйста, я буду молиться со своей сестрой, с помощником, если вы желаете. Я верю, что Дух Святой производит это на месте. Но если ты желаешь, чтобы за тебя помолились, помазанники, выходите для молитвы. И я хочу вас предупредить. Не ожидайте, что за вас будут молиться три часа. Не ожидайте, дорогие мои. Это не человек делает. Иисус прикасался. Иисус просто говорил. Аллилуйя. Пусть вера твоя спасет тебя. Пусть вера твоя спасет тебя от болезни. Пусть вера твоя спасет тебя от какой-то тяжести, которая на тебе. Во имя Иисуса Христа. Мы просто позволяем Богу. Пользоваться нами. Как своим проводником. Во имя Иисуса.